Добрый вечер, уважаемые рязанцы! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей, а в кресле и гости Александр Яковлевич Гришко, уполномоченный по правам человека в Рязанской области. Добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Давайте мы начнем с самых главных законодательных изменений. Вы сказали, что они существенные. В прошлом году, 6 апреля, был принят федеральный закон, которым регламентируется в том числе деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. До этого закона регламентация деятельности уполномоченных региональных осуществлялась только региональными законами. И это очень здорово, потому что укрепляет их статус, повышает возможности в решении конкретных вопросов, по которым обращаются граждане, и претензии, с которыми они обращаются, в адрес федеральных структур. Будь это силовые структуры, МВД, федеральные служебные каналы, судебные представители. А вы уже стали заметить вот эту разницу? Появились такого рода обращения? Много ли их? Ну, обращения всегда были. Другое дело, что мы строили эти отношения на основе соглашений с указанными учреждениями, то есть на добровольной основе договариваемся и письменно это оформляем юридически. Сейчас мы можем не оформлять, потому что это прописано в законе. Они обязаны отвечать на наши вопросы, которые вызваны жалобами конкретных граждан по конкретным вопросам. Но мне кажется, когда вот такие маленькие нюансы важные, всегда меняется реакция. Вы знаете, что для Рязани, я бы сказал, это не характерно, потому что у нас всегда были нормальные отношения, взаимопонимания со всеми структурами, которые находятся в регионе. Просто для поднятия престижа уполномоченного, это, во-первых, имеет значение. Ну и в некоторых регионах, оказывается, проблема существует, взаимодействие. Мне кажется, в первую очередь воспользовались изменениями сидельцы, так называемые, те, кто отбывает свой срок или те, кто ждут, какой приговор огласят, так лет, или я ошибаюсь? И до этого были жалобы. Ну, я не очень готов сейчас ответить, чем вызвано, но всех больше увеличение жалоб и обращений за прошлый год произошло со стороны как раз этих лиц. Ну и хочу сказать... А что их не устраивает? Есть такие провоцирующие жалобы со стороны якобы родственников, якобы близких людей о том, чтобы осужденного избили, не обеспечили тем или иным препаратом лекарственным и так далее. Мы по таким жалобам выезжаем вместе с местной частью УФСИН России по Рязанской области. Прилудский Андрей Александрович нам всегда помогает. Берем независимого специалиста с Министерства здравоохранения Рязанской области. Выезжаем на место, разбираемся. Осужденный, за которого кто-то ходатайствует или по поводу которого жалоба была написана, он ни сном, ни духом не ведает, оказывается, что за него кто-то беспокоится, что оказывается ему так плохо. Давайте ближе к гражданке. Мне кажется, один из самых актуальных вопросов для большинства – это вопросы в здравоохранении. Часто поднимается вот эта проблема. Она действительно существует, как вы полагаете? Она существует, эта проблема. Потому что проблема редких лекарств, дорогих лекарств, проблема обеспечения тех, кто нуждается в искусственном аппарате почка. Ну, я только хотел здесь поправку внести в той части, что речь идет не о том, что эти люди не обеспечены лекарствами, не обеспечены темными препаратами и так далее. Просто меняется ситуация. Ну, допустим, в Скопине, если есть этот аппарат, то человек, который там находится под этим аппаратом, в отношении которого применяется этот аппарат, у него в силу обстоятельств изменили ситуацию, он переехал в Рязань или еще что-то. Вот ему надо обязательно в Рязани, чтобы этот аппарат был, его подключили. Почему без вашего участия эти вопросы нельзя решить на местах? Неужели это все так сложно? Неужели нужен специально отведенный человек, который будет звонить во все инстанции, проверять информацию и просто учить людей общаться друг с другом? Вы знаете, что здесь несколько обстоятельств есть, в том числе, так скажем, правовая неискушенность, я боюсь, слово безграмотность, так сказать. Второй момент – это вот само звучание должности или института по правам человека создает у граждан впечатление, что этот человек все вопросы решает, что связано с правами человека, а здоровье и жизнь – это прежде всего. И когда они к нам приходят, бывает, что первичное обращение, то есть он никуда еще не обращался в органы здравоохранения в частности, а приходит сразу к нам, что вот мы должны и так далее. Конечно, мы идем на встречу, пишем письма на своем красивом бланке и так далее. И вот авторитет уполномочен, вот писем, он играет свою роль. Я не могу привести ни одного примера, особенно по линии здравоохранения, раз вопрос такой возник, чтобы был какой-то отказ. Или он страхуется, что у него лекарство закончится в июне месяце, а вдруг в июле он не получит это лекарство. А давай подпорочку, вот типа уполномочен по правам человека, чтобы уже с гарантией было, что точно в июле он получит лекарство. Вот такого плана. Палка двух концов, я бы сказала. Да. А вот так, чтобы кого-то не обеспечили лекарствами, что дорогие лекарства, у нас в последнее время вот эти вот вопросы исчезли. Хотя мы знаем, что рядом две аптеки, и разница бывает в два раза стоимость этих лекарств. Нет, это правда, это действительно. Лекарств. Поэтому здесь, конечно, здесь уже вопрос, кажется, к органам надзирающим, к органам правоохранительным, почему это происходит там и так далее. Часто нарушаются права детей и подростков? У нас есть единичные случаи, когда вот мы вмешиваемся. Во-первых, у нас это компетенция уполномочий по правам ребенка в Рязанской области, Кремль-Бриса Мухина. Ну и когда к нам обращаются взрослые, у которых дети есть, понятно, мы ни в коем случае не отказываем и не перекидываем это. А это вопрос, касаемый чего? Тех же завтраков в школе или более глубоко? Нет, у нас больше вопрос касается, когда эти дети становятся взрослыми. Не то, что больше, там, я говорю, единичный случай. То есть, когда ему положено, он сирота, ему положено жилье. А по тем или иным причинам это затягивается решение вопросов? Или предоставляется такое жилье, у меня конкретно есть пример, что там без слез не взглянешь, и когда формально подходит, вот на улице Грибоедова, я сам туда выезжал, тоже с работниками наших жилищных всех этих сфер города, других представителей тоже городских властей. Когда человеку, которому исполнилось уже 23 года, положительно характеризующийся там и так далее, хотя это не есть основание для отказа в жилье, на приборном заводе он работает, ему, образно говоря, на площадке, личной площадке выгородили 9 метров и так далее. Окно можно представить, какие у нас на личной площадке бывают, там все разбитое, не знаю, как там зимой жил, без всяких там туалетных и других вещей там и так далее. Вот мы вмешались и в прошлом году получил ордер на нормальное жилье. Есть ли какие-то еще резонансные примеры, о которых хотелось бы сегодня вспомнить? Ну, резонансные примеры я уже как-то приводил, когда в Плахино, Захаровский район, один из предпринимателей пытался выселить ни много ни мало, там где-то около 15 семей, потому что оформлено было так, что все эти жилые дома стали принадлежать ему. И здесь надо сказать, что вмешались и правоохранители, и суд не остался в стороне, и я докладывал Олегу Ивановичу Ковалеву, и он тоже по своей линии предпринял усилия в этой сфере. И сейчас вопрос снялся, все они живут, эти жители, это выходцы русскоязычного населения с Казахстана в 90-х годах, которые переехали сюда в Россию. Вот через какое-то время оказалось, что у них жилье это им не принадлежит. Ну, вот разобрались, представляете, 15 семей среди зимы оказаться где-то там на улице. Ситуация была такая, что уже с электросети подъехала машина, готова кусачками провода перерезать и так далее. Ну, надо отдать должное руководителю этих электросетей, я сейчас скажу, не помню его фамилию, я обратился прям тут же по телефону, что называется, пока горячо, чтобы не откусили эти провода. Он тут же дал команду и прямо мне сказал, без вашего ведома никакая машина не подъедет, никаких проводов там кусачками откусывать мы не будем. Вот такая реакция, понимаете, что она радует, конечно, что лучше бы ее не было, но раз случилось, значит, надо решать вопросы. Я всегда вот в эти 10 минут стараюсь кому-то помочь. Наши жители районов Рязанской области, они смотрят эту программу на сайте. Давайте мы напомним ваши координаты, как связаться с уполномоченным по правам человека, стоит ли это делать в любом случае, да, или может быть все-таки сначала куда-то обратиться, а потом уже к вам за помощью. По закону граждане, которые проживают в Рязанской области, они могут куда-то обратиться потом к уполномоченным и могут напрямую обратиться. В отличие от федерального закона, там обращаются к уполномоченным только после того, как получают отрицательный ответ или ответ, который не устраивает гражданина. Вот таким вот образом. Поэтому мы реагируем здесь на все вопросы, или напрямую, которые выходят, или, соответственно, какой-то чиновник, руководитель отказал в решении этого вопроса, и гражданин не удовлетворен. Или жалуется на решение суда. Здесь мы просто разъясняем о том, что в судебном плане вы можете решать вопрос только по высшестоящей инстанции. Верховный суд, Конституционный суд, вплоть до Европейского суда по правам человека, но только вот по этой линии. Никто вам здесь не поможет, некомпетентен, никакой другой руководитель. Спасибо за эти 10 минут. Это была программа подробностей. Оставайтесь с нами и до новой встречи в эфире.